Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я представляю мастер-класс по изготовлению рождественского ангела из проволоки и бусин. Он может стать игрушкой на елку, брелком на сумку или просто подвеской на теплом свитере. Ангела изготовим на зажимном приспособлении для моделирования проволоки, аналоги Викджик. Ссылка для купить приспособление в описании под видео. Делаем набор штыльков. Для расширения петель можно взять колпачок от пульверизатора для духов. Проволоку 1,5 мм можно взять от электропроводки с данной маркировкой. Оставляем конец 8 см и начинаем изгибать проволоку. Проволоку 1,5 мм можно взять от электропроводки с данной маркировкой. Проволоку 1,5 мм можно взять от электропроводки с данной маркировки. Снимаем заготовку и сдвигаем завитки. Для придания жесткости отбиваем на наковальню. Делаем набор штырьков для изготовления головы ангела. Используем проволоку 0,8 мм. Ссылка на проволоку в описании под видео. Сворачиваем заготовку, скручиваем концы в три раза на 180 градусов. Для изготовления крыльев возьмем 40 см проволоки толщиной 1,5 мм, складываем его пополам, скручиваем два конца, соединяем концы вместе и с помощью круглогубцев сформируем крылья. Продеваем концы в петлю. Раздвигаем крылья, скручиваем, откусываем лишнее и закручиваем концы. Отбиваем на наковальне. Делаем чернение серной мази. Как делать чернение, смотрите подсказку. Чтобы медь не темнела, на этом этапе можно покрыть все детали бесцветным лаком для ногтей. Прикручиваем проволоку 0,4 мм. Нанизываем бусину и оплетаем ее, смещая проволоку на одну позицию. Заканчиваем оплетение в том же месте, где начинали. Проволоку не откусываем, а продолжаем оплетать бисером ним головы ангела. Редактор субтитров М.Лосева Прикручиваем проволоку 0,4 мм, нанизываем бусину и оплетаем одежду ангела. Проволоку не откусываем, она будет нужна для крепления крыльев ангела. Соединяем голову с туловищем, обкрутив плечи концами проволоки от одежды, сформировав из них руки. Откусываем проволоку на плечах и загибаем. Нанизываем бусинки на руки и загибаем концы образуя ладони. Ангелы – это разумные духовные существа. Они постоянно упоминаются в Писании как вестники Бога, приносящие благую весть. Ангелы – существа другого порядка, чем люди. Они окружают Бога. Бог пользуется ими как орудием в управлении миром. Через них Он помогает отдельным лицам и народам. Высшие ангельские очаги – Херувимы и Серафимы. Мы знаем имена двух – Гавриил и Михаил. Именно Гавриил явился галилейской деве Марии и сказал, «Ты родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь престол Давида». Ангел явился и будущему мужу Марии – Иосифу. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марии жену твою, ибо родившиеся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Когда родился Иисус, в небе было явление ангелов, которые возвестили пастухам о рождении в мир Спасителя. И вот как это было. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариейю, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, то есть в кормушку для скота, потому что не было им места в гостинице. В той стороне были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господне осияла ей, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца, пелена, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышнюю Богу и на земле мир, человеков благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, сказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом и Рождеством Крестовым. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok